Ну что ж, мы продолжаем наш разговор об очередном туре российского чемпионата и сосредоточимся на главной пока что сенсации на поражении Краснодара, ну, так скажем, в зеленом дерби против Ахмата. Здесь грозненская команда удивила нас всех, добившись победы на выезде. И давайте разберемся, за счет чего чеченский коллектив смог добиться подобного. Ну и что творится с Краснодаром. Самое главное, потому что все-таки мы воспринимали эту команду как одного из претендентов на Еврокубке, как коллектив, который в этой части сезона должен прибавить после не самого успешного первого круга. Но, как мы видим, проблемы здесь только продолжаются. Но сперва хотелось бы напомнить вам про то, что наш спонсор, компания Балбет, продолжает специальную акцию для подписчиков моего канала. Если вы пройдете по ссылочке в описании и зарегистрируетесь на сайте Балбет, а также введете промокод, указанный в описании, то получите три бесплатные ставки. Так что дерзайте, это ваш шанс заработать деньги, ничем не рискуя. Ну а мы переходим к стартовым составам играющих команд. Если говорить о Краснодаре, то здесь, казалось бы, много позитивных изменений. Сафонов снова на воротах. Наконец-то Матвей вернулся на пост номер один. В нападении снова Берг. В атакующей группе Классен, Вандерсен, Кобыла. Как говорится, вся королевская рать. В опорной зоне Газинский и Девильена. То есть все очень неплохо. В центре защиты Мартынович, самый матерый и опытный защитник вместе с Сорокиным. Да, по-прежнему есть проблемы на флангах. Нету Петрова и Рамиреса, но Смольников и Чернов это тоже все-таки не последние персонажи для нашего футбола. Некоторые из них даже вызываются в сборной России. То есть, казалось бы, состав более чем боеспособный. Но почему-то ему не удается добиться здесь победы над соперником, который считался кризисным. Во всяком случае, до этой встречи. Касательно Талалаева и его Ахмата было высказано много мнений. Но некоторые уже в открытую заявляли, что наставник израсходовал свой потенциал. Что его команда больше не сможет прибавить. Что его ждет бесконечный кризис и, скорее всего, увольнение после нескольких очередных поражений. Но вот, пожалуйста, победа над Краснодаром, которая, конечно, серьезно упрочила его позиции в коллективе. Что касается состава, здесь сразу было видно, что команда делает ставку на сверхоборонительный вариант. То есть, в центре защиты Пуцко-Семенов более-менее понятно. Кстати, обратите внимание, Пуцко это игрок не такой подвижный, так скажем, внизу. Зато очень хорошо играющий головой, очень здорово работающий на втором этаже. Поэтому здесь, в каком-то смысле, получается, Ахмат подстраивался под возвращение Берга, мощного нападающего классического на остыре атаки Быков. Что касается остальных позиций, бросается в глаза наличие сразу трех опорников. Вот тебе Швец, вот тебе Исмаэл, вот тебе Тимофеев. Да, понятное дело, что бразилиец способен активно поддерживать атаку, но все равно это в том числе и защитный исполнитель. Короче говоря, здесь максимальная, такая, знаете, оборонительная мощь. Что касается атаки на остыре Ильин, на одном фланге Янку, а на другом, внимание, Париус и Харин. Игрок, который, в общем-то, является универсалом, но, опять же, по ситуации он может действовать слева в нападении, а может и стать левым защитником и поддержать того же самого Нинахова, а может и стать дополнительным опорником, потому что в центре поля он также действовал. То есть здесь, при обороне, Ахмат мог очень удачно выстраиваться под соперника, создавая максимальную плотность на каждой отдельной взятой позиции. В итоге именно эта оборонительная универсальность Ахмата и позволяла им умело сдерживать наступление соперника. Мощные и атлетичные защитники блокировали навесы или попытки заиграть Берга как столба, через которого можно перейти из обороны в наступление. Опорная зона максимально вязала по рукам и ногам Кобыла, Классана и остальных футболистов. И в результате статистика говорит о том, что хоть быки и владели мячом в два с лишним раза больше, чем соперник, но по ударам тут более чем убедительное преимущество как раз-таки за Ахматом. То есть это тот самый случай, когда контроль мяча, ну традиционный для Краснодара, тем более на своем поле, был стерильным, был лишен какой-то остроты, реальных опасных моментов. И быки здесь предстали, но в каком-то кастрированном виде, даже без яиц, потому что не было у них какой-то боевой жилки в этой встрече. Вспомните тот же самый третий гол, как его забил Ахмат. После того, как Газинский не доработал в опорной зоне, и никто не вышел ему на подстраховку, здесь успешнее в борьбе оказались футболисты Ахмата. И именно таким образом они вышли на голевую позицию. Ну и вообще хотелось бы отметить, что действия быков на своей половине поля, это отдельный вид декаданса, отдельный вид антиискусства, потому что то, что творилось там, это кромешный ад и кошмар. Да, по этому делу проблемы. Да, как я уже и сказал, разбирая состав быков, очень много потерь на флангах обороны. Причем они только усугубились по ходу этой встречи, потому что вместо Смольникова пришлось выпускать Ионова, что, конечно, является большим риском. Но все равно, вот так вот играть плохо, так слабо на своей половине, это, конечно, ужас. И в результате все эти ошибки защиты Краснодара закончились пропущенными мячами. Первый гол, но здесь Чернов не пойми, чем занимается. Второй мяч. Здесь стандарт, и опять же вся оборона пролетает мимо мяча, и черт пойми, что здесь творится. Третий гол, но здесь, как я уже сказал, сперва Газинский не доборолся, а потом, как от мертвого, здесь ушли от Мартыновича, который, понятное дело, ветеран, и понятное дело, что здесь неудачно, в принципе, сыграла вся оборона, потому что никто не вышел на подстраховку, но вот так вот позволять сопернику уйти на ровном месте нельзя так играть, нельзя. Ну и четвертый мяч, опять же, здесь очень легко уходит Береша от Ионова. Вообще, хотелось бы похвалить атакующую группу Ахмата. Она очень ловко пользовалась теми моментами слабости, которые были у Краснодара. В целом, Талалаев действовал от своих сильных сторон и по слабым сторонам соперника. Он использовал медлительность некоторых игроков краснодарской команды. Он использовал свое преимущество в мощи и атлетизме. Посмотрите, здесь большая часть выигранных верховых единоборств за Ахматом. Посмотрите на процент выигранных верхов у Краснодара и у Грозницев. И в итоге, работая на своих преимуществах в атаке, а также великолепно и плотно действуя в обороне, за счет универсальности своих игроков, Ахмат добился этой фантастической крупной победы. А что касается Краснодара, здесь следует отметить, что Мусаев, к сожалению, был деклассирован. К сожалению, потому что я питаю особое уважение к молодым отечественным специалистам. У нас их мало, но Мурат Олегович здесь упустил нити контроля игры в самом начале и так и не смог их вернуть. Большую часть встречи Мурат Мусаев наблюдал за игрой с каким-то отсутствующим видом. Он словно не понимал, что делать в этой ситуации. И вот, например, посмотрите ключевой момент матча. Мурат Мусаев идет на двойную перестановку, пытается взвинтить темп игры и почему-то на скамейке остается Ари. Выходит на поле Ольсен, центральный хавбек, но окей, более креативный, например, чем Газинский в каком-то смысле или Девильена. Но почему выходит Сулейманов один в атаку, свеженький, без Ари? Почему нет какого-то решительного, так скажем, рывка вперед? Почему здесь, когда и так уже фактически все потеряно, не идет ва-банк, хотя это было очевидно. В итоге Ари появился на поле, но существенно позже, как мне кажется, в тот момент, когда уже даже теоретических шансов на спасение уже не оставалось. И вот эта проблема Мусаева, ему постоянно не хватает какой-то решительности, какой-то агрессии, какой-то дерзости. И в этом, как мне кажется, заключается один из главных изъянов этого наставника. Не знаю, будут ли его увольнять после подобного крупного поражения, но я не удивлюсь ни одному решению Галицкого. Он может проявить определенный консерватизм и включить режим «мы верим в наставника» и верить в него до последнего, а может, вполне себе логично, после такого ужаса пойти на решительные меры. Но это уж поживем-увидим. Ну а что думаете вы? Пишите в комментариях ваше мнение. Ставьте лайк, если видео понравилось. Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте и Ютуб-канал. И следите за обновлениями на нашем втором канале. Он посвящен кино и сериалам. Ссылка в описании. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. Ну а если вы хотите поддержать наш канал, то можете сделать это финансово. В описании указаны реквизиты Сбербанка, Яндекс.Кошелька. Если вы поддержите нас финансовым донатом, то мы отдельно поблагодарим вас в ближайших видео. Ну и плюс к этому, если вы хотите помочь нам в продвижении этого видео, то можете оставить комментарий. Только комментарий должен быть больше 5-6 слов. Всем удачи, всем пока.